народ всем привет канал работа как работа значит давайте еще один крайнюю роль пройду сниму и все и хватит и завяжем мне уже плохо народ я уже стал уже плохо видеть уже все затекает антенный кабель аукса значит давайте покажу что мы еще по сегодня принесли короче народ ящик такой поставлять сейчас я вам покажу ну супа я вам покажу в предыдущем видео то есть плюс у меня еще есть одна порция потом хлеба хлеба потом 3 омлета три омлета у меня еще того 5 омлетов и вот этот салат который я заточил не удержался сейчас я покажу их тут у меня три штуки потом два вот этих картой потом блин рис это с печенью маловато до маловато 1 порция одна порция но мне все равно три вот это с этой будет порции 3 и с макаронами будет 6 порции народа вы понимаете ну куда то есть 6 порций и это то есть им завезли вчера мне сегодня на утро это все отдали то есть это так то все идет на выброс сейчас мы рассмотрим с вами вас этот вот салатик который я заточил вчера я просто не знаю что вот этим можно продукты с друг другом совмещать омлет так я не попробую попробую омлет и покажу чем не привез начальники с города тогда 29 или 30 сентября не помню вот народ вот такой салатик то есть мы с вами видим это ветчина да капуста и укроп и майонез и по моему все в нем ну блин зараза с вкусный он я отвечаю то есть мы с вами выяснили да что вот эти порции вот эти салаты хранятся пять суток при температуре от плюс 2 до плюс 6 в автобусе то естественно тепло потеплее холодильнике блин тут нету я не могу держать то есть или их там кто-то съест или чё потом народ короче все до паши дошло насчет кипятка он уже сегодня сам волоть давайте кипяточка принесу все дела я на ради бога так и чё же мне привез начальник из города тогда вместе с этим с феном давайте посмотрим и заодно посмотрим что было в этой коробке суп картофельный с фасолью это был у нас 30 числа сентябрь вот суп с фасолью был у них на 30 число так на чем не привез я скажу что я съел завет пачки верил лапши быстрого приготовления не буду показывать что это за бренд но это и это всем известный магазин у нас их по нижнему новгороду полно по крайней мере вашем городе не знаю но у нас их полно потом привез также две пюрешки быстрого приготовления я так и не ел ничего на черный день говорю опять же держу мало ли чё потом жарко из говядины банку главпродукт я так ее тоже не ел ничего тоже на черный день так и по-моему а блин как же я забыл колбаса баварская е-мое но она я чувствую еще не испортилась надо кушать надо кушать и и вот батончик вот этой колбаска мне привез я просто заложил так ну и все и здесь это потом помимо этого мне привез это полторашку воды сарова газированной сладкой потом он кар это полкилограмма конфет там наверное этих октябрьских вкусных конфет октябрьский завод должны знать потом еще вафли тоже упаковку привез и привез печенье шоколадной глазури но первым делом я съел конфеты потом от печенья в глазури это в шоколадной глазури вафли и воду выпил и все вот это все так и осталось народ я не знаю вот я могу предполагать откуда эти у него продукты остались уже в командировку ездил у нас не буду говорить куда зачем для чего а у вас предполагать они у него просто остались и он не привез их мне у всех с его годности то есть нормально то есть мог просто купить от себя ну блин ну я бы сказал спасибо я гуси руку ты меня уважил то есть я сам не ожидал шоке он значит сейчас у них время обедено мне уже как-то с минут стою и жду ну они как 18 минут уже обедаю то есть до двух часов я буду стоять здесь я сейчас нахожусь в городке даже хотел аскорбиновой кислоты купил себя аскорбинки вот меня угостил жвачкой то две пластиночки две то нет пластинки как они называются уже одна ну как они не пластинки эти напишите комментарии так что народ я не знаю куда эту еду просто девать начнешь отказываться скажет все тебе раз подложили 22 подложили от отказываешься он тут стоит всякая техника стоит водовоз камаз самосвал потом стоит фронтальный погрузчик два стоят этих как называют грейдера автобус их не служебный пас вектор кран ну а по этой стороне все легковые их машины стоят на которых они приехали ну и служебный тоже легковые короче сегодня с прорабом мы проездили сейчас я вам скажу краж какой так километраж уже мы с ним проехали чтобы вам не соврать 62 километра за утро то есть 7 часов утра и до часу мы проехали с ним 62 километра но еще народ еще не вечер я вчера столько за день только накатал то есть вчера за за утро и за день я накатал 60 километров а сегодня только вот до обеда 60 я еще не вечер то есть вчера им было не до этого опять же только за только они заступили на смену потом поехали на корпорат а сегодня все работа началась у них как-то так вот постричься можно здесь в городе постричься парни он ездит стригутся к 400 рублей вот а 400 рублей полу бокс пожалуйста рядом далеко есть не надо я гладно я уж у себя у меня соседка стрижет за 300 рублей опять же сюда вернусь то на ус а если городе останусь работе буду делать все строчку такие пироги на сейчас надо будет налить кофейку вот водилос и сузи с собой и что-то из дома носит у него этот бой это в бокс пищевой на контейнер точнее что-то там из дома приносит я еще на вот я здесь буду блин ночью в автобусе еще что-то готовить будет тем более кроме кружки ничего суда с собой но не взял из нержавеющей нержавеющей кружку что воду кипятить уголен газовую на горелку взял то есть плитку взял газовую три с половиной баллон взял не сковородок не кастрюль ничего но не брал ладно всем спасибо за просмотр комментировать все больше о еде забыли все больше я вам надо показывать еду не буду все то есть а это вот я ставлю то есть это вот эту еду то есть вот эти макароны быстро приготовление картошку я знаю что у меня начальник это есть любит по крайней мере я и что-то не очень это пюре колбаска наверно я все-таки съем или домой заберу потому что я домой приеду но дома жрать нечего надо будет готовить что-то планирую две недели дома пробыть отдохнуть но если там будет хрень то неделю пробыду дома и снова сюда приеду но опять же если заплатить все нормально до нового года еще поработали у них с ними ладно надо будет сейчас все убрать на место а то сейчас уже будет приходить и будут ложиться спать отдыхать по крайней мере как это у них бывает но сегодня вот первый раз когда они поедут после вот утренней работы будет ну когда вот с утра до обеда вчера то они уехали те кто работали то есть они все работали до обеда и они уехали на эти вот вчера которые на заступили может пойдут к себе туда в эти как называют в общагу там казарму ножка мне подходит не знаю как еще модули называют короче собираются как карточный домик они махом их собирают то есть они автономные то есть они не зависит от электричества то есть вот ближайшие деревни вот там стал бы там провода то есть протянута у них свой дизельный тут на генератор стоит две штуки вы представляете да то есть это электричество то есть этот модуль ассета освещение отопления там у них плюс вот эти вот вагончики каждый вагончик под напряжением среди это свет где-то компьютер где-то отопление стоят эти отопителя то есть соля ручка уходит хорошо тут ладно всем спасибо за просмотр всем пока кстати дом еще стоит еще не снесли и тут короче парень рассекает на мотоцикле сова короче мотоцикл сова в идеале короче он на 90 процентов у него там этого то есть там 10 процентов только мы пробегал он не поцарапанный не мяты ничего видно купил у этого мужика ну да ну там выцепил там чего-то и купил у него я так предполагаю ну сова но без номеров это но перед не перед и перед собой делали восходы потом уже они сова начали делать купил себе тут рассекает то есть я увижу вот будто она тут сова где-то стоять может уже нет домой отогнал я не знаю что-то я уже ну может убрал куда-то он в один из контейнеров поставил ну а так во дворе машина стоят если честно там блин братья опять гоморрой ничего хорошего одна главная боль вот сейчас мне должны принести кипяток но он понял меня а то налей мне тут кофе я гумни кофе не жалко не сахар не жалко на счет кипятка топлю ягод и носить кипяток и будет тебе еще все я услышал сегодня сам болот я как с кипятком ягу на термос неси только мне не вот сейчас вот как обед закончится чтобы в двум часам него его скипятил прям шум был кипяток вот газетка приехал она пассажирская то есть она как и народ водит так же и вот были внутри прораба . отжали ну как отжали она сломалась я так бы с ним бы не ездил я чисто было рабочих вывозил все видите у них служебную машину отжали там джип какую-то не был какая-то элька они чутко брали так же приходится кататься самому уже успели с ним съездить в магазин в пятерочку он себе купил три салата там цезарь и резер короче он не ест вот салат из моркови да свекольный не ест из капусты не ест вот видите у все ему надоело просто я не знаю взял себе три разных салата и чай в стаканчик я себе тем временем взял себе конфет с десяток золотая миля не называется вот здесь конфет взял что там по деньгам и кофе на всякий случай взял все-таки пакет пакет кофе взял и папа покупка обошлась в 150 рублей вместе с копьями с конфетами в 150 потому что боюсь до понедельника мне кофе ну по-любому не до понедельника бы кофе бы но не хватило его вот осталось с учетом что еще пашки я буду не пить про не сделал что это просто так я бы не поехал народ я бы могу съездить то есть и начальник об этом не догадается то есть но зачем мне лишний раз кататься там то есть из-за пакета кофе там я понимаю там надо было что-то еще докупать если бы его с питанием было бы туго то есть очень хочет но надо было бы есть это так чё а я бажа бучу отказывать что он вот есть возможности я такой вроде и не охота и как бы мне нахрен это надо ягу ладно чё поехали вы туда-сюда скатались и все ладно всем спасибо за просмотр комментируйте лайкайте подписывайтесь на канал оставляйте ваши комментарии всем пока